Уважаемые коллеги, в начале выступления мне хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в этой конференции, посетить прекрасный город в такое время, во время белых ночей, встретиться еще раз с друзьями, с коллегами. Я думаю, что эта сессия, она не менее важна, чем предыдущая, потому что если лапароскопическая хирургия направлена прежде всего на улучшение непосредственных результатов лечения, то то, о чем мы будем говорить сейчас, обивантная терапия, направлена на улучшение отдаленных результатов, что, конечно же, не менее важно. Я представляю медицинский радиологический научный центр, находящийся в Обнинске, который сейчас является филиалом новообразованного национального медицинского исследовательского радиологического центра. Так выглядит поликлинический корпус нашего центра, и вот настолько он красивый. Почему мы сейчас говорим о одевантной терапии? Почему это важно? На слайде представлена пятилетняя выживаемость при хирургическом лечении рака желудка по данным как отечественных авторов, так и зарубежных. Как вы видите, только ранние стадии показывают удовлетворительные, хорошие результаты. Начиная со второй, они драматически снижаются и становятся уже совершенно неудовлетворительными. Основной причиной смерти больных раком желудка, естественно, является прогрессирование заболевания. Источники развития рецидива метастазов можно разделить на три основные группы. Это те метастазы, которые уже имеются к моменту выполнения операции, но не определяются нами клинические, так называемые микрометастазы. Это опухолевые комплексы, которые не удалены во время операции в силу технических погрешностей или каких-либо других. И вот третий пункт, хочется обратить на него внимание, мне кажется, он не всегда оценивается достаточно. Это диссеминированные во время операции, в том числе и линфодисекции, опухолевые клетки. Я извиняюсь, коллеги, слышно? Еще ближе микрофон, пожалуйста, Виталий Юрьевич. Хорошо. Итак, на слайде представлено несколько работ авторов, которые, тут такое впечатление, что очень резонирует, которые показывают, что действительно проблема диссеминации при кажущемся недиссеминированном, местопространенном раке желудка, она, конечно же, существует. Так опухолевые клетки выявляются в костном мозге или периферической, кроме более чем у половины больных. И их наличие достоверно связано с ранним развитием рецидива. По данным других авторов, после операции опухолевой клетки выявляются, опять же, статистически достоверно чаще по сравнению с процентом их выявления до операции. Причем этот фактор зависит от глубины прорастания опухолей стенки желудка. Если при Т1 составляет 17%, то при Т4 это уже у всех 100% больных. И рецидив заболевания также развивается достоянно чаще у тех больных, у которых обнаружены циркулирующие опухолевые комплексы. Группа работ посвящена частоте обнаружения опухолевых клеток смылок с брюшины до и после гастроктомии по поводу рака желудка. Но вот первое исследование, вышедшее еще в 2001 году, был вопрос поставлен такой исследователем, почему канцероматоз развивается у тех больных, у которых опухоль не прорасталась в стенку желудка, в сирозную оболочку. Были взяты больные с прорастанием на уровне подслизистого слоя, мышечного и субсиротного. До операции ни в одном случае не были выявлены опухолевые клетки в смывах. После операции частота представлена. Она прогрессивно увеличивалась с 14% при прорастании подслизистого слоя, то почти половины при прорастании субсирозного слоя. Ну и авторы делают следующий вывод. Лимфоденектомия – это важнейший фактор диссеминации опухолевых клеток в брюшной полости. Ну и вот очень интересное исследование, буквально недавно опубликованное, в конце прошлого года. Включено было 57 больных. Также до операции ни в одном случае опухолевые клетки не выявлялись в смывах с брюшины. После операции они были выявлены у 35 больных, в том числе жизнеспособные, к которым были отнесены КИ-67 позитивные, то есть пролиферативно-активные, у 24 больных. И их реальная жизнеспособность была подтверждена тем фактом, что при тех случаях, когда эти опухоли клетки были перевиты на брюшины у мышей, у них действительно развивались опухолевые узлы на брюшине. И частота развития канцерматоза была достоверно выше у тех больных, у которых были выявлены вот эти опухолевые клетки. Авторы делают следующий вывод. Диссеминированные во время операции опухолевые клетки жизнеспособны и приводят к развитию рецидива, что требует пересмотра парадигмы лечения рака желудка. Таким образом, из перечисленного очевидна необходимость применения дополнительных методов противопухолевого воздействия. Ну и вот хочется привести слова известных авторов. Только хирургия больше не является нигде в мире стандартом лечения местно распространенного рака желудка. Перед тем, как перейти к собственно к анализу имеющихся рандомизированных исследований, хочется остановиться на, ну и напомнить, что не все исследования одинаково достоверные, к ним следует одинаково прислушиваться. Существуют известные уровни достоверности и к первому уровню относятся рандомизированные исследования и их метаанализы. Именно этим исследованиям будут посвящены следующие слайды. В целом, дивантную терапию можно разделить на неодивантную или предоперационную, интероперационную, адивантную или послеоперационную. Сочетание их называется переоперационная терапия. Итак, первая группа исследований, еще раз хочу подчеркнуть, что будут приведены только те исследования, которые действительно реально позволили изменить стандарты лечения рака желудка. Это два исследования, вышедшие недавно в последние годы, японская и классик, которая проведена была в Южной Корее, Китае и Тайване. Сходные по дизайну, более тысячи больных и схемы лечения заключала, контрольная группа была оперативная, просто операция с лимфодисекцией в объеме Д2. И в первом исследовании адивантная терапия проводилась препаратом С1 в течение одного года, во втором по схеме Ксилокс 8 циклов. Также получились очень сходные отдаленные результаты. Как общая, так и безрецидивная выживаемость в обоих исследованиях в группе с применением адивантной терапии оказалась статистически значима, выше по сравнению с хирургическим вмешательством. После публикации этих исследований уже нет основания отказывать больным в послеоперационной адивантной терапии, если они соответствуют им критериям включения. Это вторая, третья, Б-стадии. Хочу сейчас обратить внимание, я буду дальше также указывать, где были проведены исследования. Вы увидите, что большинство из них выполнено в странах Юго-Восточной Азии и Японии. Это тоже возникло ставит вопрос о том, могут ли результаты этих исследований быть напрямую перенесены на жителей других регионов. Я вернусь к этому чуть позже. Следующая группа исследований была посвящена сравнению адивантной монохимиотерапии с адивантной полихимиотерапией. То есть был поставлен перед ними вопрос, может ли усиление химиотерапевтического компонента улучшить результаты лечения. Также вы видите исследование с очень большим включением количества больных, полторы тысячи, тысяча сто. Первый из них выпал на саммит в Японии и Итака в Италии. Сходные критерии включения. И если в первом исследовании было четыре группы, но по сути дела сравнивались группы с монохимиотерапией и полихимиотерапией, когда добавлялся поклитоксел. А во втором исследовании в одном случае в контрольной группе была очень простая фтороцилликоварин, самая элементарная схема химиотерапии. И во втором, вторая группа контрольная, это фолфири четыре цикла, плюс доцитокселцисплатин три цикла. То есть гораздо более серьезная схема терапии. Однако в обоих случаях оба этой исследования показали, что результаты, отдаленные результаты, не меняются при увеличении схемы химиотерапии, усилении этой схемы. Таким образом, на сегодняшний день монохимиотерапия может считаться стандартом проведения адъювантной терапии. Может ли улучшить результаты лечения адъювантная химиолучевая терапия по сравнению с адъювантной химиотерапией? Я хочу обратить внимание, вот после публикации первых исследований, с чего я начал, уже только оперативное вмешательство не является группой контроля. Группой контроля является оперативное вмешательство с адъювантной химиотерапией. Так вот, ну понятно, откуда эти исследования происходят. С известного интергрупп стадия, выполненного в США, которая подвергалась множественной критике. Ну, эти исследования проведены, опять же, в Южной Корее и в Китае. Критерии включения представлены, достаточно большое число больных. И сходные схемы, то есть контрольная группа – это операция с адъювантной химиотерапией, либо XP-схема, либо 5-фтурацилл-ликоварин. А контрольная группа – это те же самые схемы химиотерапии плюс химиолучевая терапия, суммарно-очаговой дозе 45 грей. Но вот результаты этих исследований оказались не совсем однозначными. Значит, первое исследование «Артист», основной критерием был трехлетняя безрецидивная выживаемость. И вы видите, она оказалась чуть-чуть выше в группе химиолучевой терапии, но это различие недостоверно. В то же время авторы отметили, что у больных, у тех, у которых имелись метастазовые лимфатические узлы, у таких больных было абсолютное большинство – 8-6,5%. Хотя различие также было не столь значительным, но оно уже достигло границы статистической значимости. В связи с чем было организовано следующее исследование «Артист-2», критерием включения в которое явилась именно группа больных, имевших подтвержденные морфологические метастазовые лимфатические узлы. В китайском исследовании оказались следующие данные, тоже несколько противоречивые. Общая выживаемость статистически значимо не различалась, безрецидивная была выше в группе с химиолучевой терапией. Ну и также, естественно, реже был локоренегионарный рецидив. Таким образом, исходя из полученных данных, на сегодняшний день адъювантная химиолучевая терапия не может быть признана стандартом лечения рака желудка, и мы ожидаем результаты проводимых исследований. Значит, на этом слайде представлены результаты, как я уже говорил, очень достоверной группы исследований, это метаанализ. В целом, вы видите, это преимущество химиолучевой терапии, вот с этой стороны преимущество хирургии. Небольшое, по данным всех исследований, небольшое, но все-таки преимущество всегда было в том случае, когда химиолучевая терапия проводилась. Ну, и несколько слов о текущих исследованиях, опять же, о тех, результаты которых могут и должны повлиять на стандарты лечения рака желудка в мире. Это, как я уже сказал, исследование ARTIS-2, где включаются больные только с метастазами в лимфатические узлы, и сравниваются группы послеоперационной химиотерапии и послеоперационной химиотерапии плюс химиолучевая терапия. Японское исследование, значит, смысл этого исследования в следующем. Включаются больные только второй стадии, и авторы ставят следующий вопрос. Нужно ли проводить больным, ну, относительно в благоприятном течении, не третье, а только второй стадии, в течение химиотерапии, в течение года, а может быть достаточно шести месяцев. Исследование патент, которое проводится в Корее, Китае и Тайване, также ставит вопрос о, нужно ли добавлять к препарату С1 еще аксалиплатин или достаточного С1. Это вот продолжение тех исследований, которые сравнивали моно- и полихимиотерапию. И вот, как вы видите, опять же, абсолютное большинство исследований выполняется в странах Юго-Восточной Азии. И единственное серьезное исследование, которое сейчас проводится в Европе, очень давно проводится, с 2007 года, до сих пор не опубликованы его отдаленные результаты, это Критикс. Значит, здесь две схемы. Первая – это переоперационная химиотерапия. Фактически они дублируют исследование Мэджик. Три курса в химиотерапии до операции и три после. И вторая схема частично совмещает схему Мэджик-исследования и интервью обстадия. То есть три курса до операции, операция, плюс химио-лучевая терапия по дивантным режимам. И два очень интересных исследования второй фазы, но рандомизированных, проводятся, опять же, в Японии. Это исследования Компас и Компас-Д. В первом исследовании задача его выяснить, сколько нужно курсов предоперационной химиотерапии – два или четыре. И второе исследование, также, сколько нужно курсов, два или четыре, в сочетании с послеоперационной химиотерапией. Значит, на сегодняшний день опубликованы предварительные результаты первого исследования. Я хочу обратить внимание, что полная морфологическая регрессия, то есть исчезновение опухоли, было достигнуто у 10% больных в группах 2 и 4. То есть там, где применялись четыре курса химиотерапии. И ни в одном случае, когда применялись два курса. Авторы делают предварительные заключения, естественно, до получения отдаленных результатов, что необходимо число курсов более чем два. Несколько слов, о чем я говорил. Можем ли мы брать исследования наших коллег из Японии или Юго-Восточной Азии и переносить на группу европейцев, американцев. Вот результаты исследований Magic Intergroup Study. Вы видите, трехлетняя выживаемость. Безрецидивная и, это ошибка, и общая. И два исследования, выполненные на Востоке или в Японии и Юго-Восточной Азии. Смотрите, какие различия между достигнутыми результатами. Они достигают 30% по тому и другому критерию. Как правило, это пытаются объяснить, но все-таки, конечно, частично объясняется разным хирургическим компонентом. Но слишком, слишком бы значительные различия. И вот интересные данные были получены в исследовании Авагаст. Это у больных генерализованная раком желудка. Одна группа контрольная получала химиотерапию только, а вторая с дополнением ее Авастина. То есть изучалась роль Авастина. И вот авторы заключительных результатов сравнили группу больных из Азии, Европы и американцев. И смотрите, получились какие значительные различия. У больных из Азии преимущества Авастина не было вообще. Из Европы оно было такое среднее, промежуточное. А у американцев добавление Авастина позволило улучшить результаты в два раза. Это больные генерализованным раком желудка, естественно, без хирургического компонента. Ну и также различалась выживаемость группы больных, которые получали только химиотерапию. Видите, она составила у азиатов 12 месяцев, у европейцев 8, у американцев всего 6. То есть при одной и той же схеме химиотерапии японцы жили в два раза дольше американцев. Что ставит вопрос о том, что действительно могут быть и этим объяснены результаты исследований. И все-таки нужно желательно ориентироваться на проведенные в своем регионе. Почему я буду когда... Последний слайд у меня будет, он совсем маленький, о перспективах, о том, какие исследования являются перспективными. Вот посмотрите, опять же, возвращаясь к первым исследованию. Хирургическая группа, 60% больных выжили, прожили 5 лет, 40% умерли. После сочетания с химиотерапией 70% прожили 5 лет, 30% умерли. Да, различие достоверно. Но значит ли это, что химиотерапию нужно применять всем больным? Ведь, по сути дела, получается, что эти 50% вы прожили и так, за счет только хирургии, без химиотерапии. А эти 30% все равно умирают. То есть из 10 больных реально химиотерапия работает у одного, а применяется всем 10. Поэтому крайне важным является изучение, поиск тех биомаркеров или предикторов эффективности терапии. Пока их не найдено, хотя попытки такие уже проводились. Вот целая группа различных биомаркеров, молекулярно-генетических исследований, которые пытались связать с предикторами, но это пока не удалось. Несколько слов о неодевантной терапии. Ее, я уже, еще есть у меня время, да? Несколько слов буквально. Вот мне нравится личная неодевантная терапия. Мы занимались этим у себя, в учреждении, я чуть-чуть там покажу один слайд. И у нее очень много преимуществ. Это раннее начало системной терапии, фактически с первого дня, можно, как поставлен диагноз. Это высокая воспроизводимость и относительно низкая токсичность. Это высокий процент достижения клинической регрессии, в том числе полной морфологической регрессии. Увеличение радикальности операции. Воздействие на все пути развития рецидива, о которых я говорил в начале. В том числе и на консерматоз брюшива. Показано было, что стадия, которую мы выставляем после проведения неодевантной терапии, является достоверно значимым критерием. А не та, которую выставляли до проведения. Показано было, что в группе респондентов выживаемость увеличивается весьма значительно. В том числе при полной морфологической регрессии она достигает более 80%. Значит, два недостатка принципиальных у неодевантной терапии. Это то, что она отдаляет главный метод лечения, это хирургическое вмешательство. И второе, то, что несмотря на все сегодняшние достижения диагностики, мы до конца не уверены в правильности выставленной стадии. Ну, с тем, что отдаляет хирургическое вмешательство, это ничего не сделаешь. К сожалению, это так. А вот, что касается диагностических возможностей. На слайде представлены данные нашего центра по оценке компьютерной томографии в отношении категории 4А, то есть порастание серозной оболочки, 4Б, вырастание окружающих органов и Н. Как вы видите, весьма высокая и чувствительность, и специфичность, и точность. Более 80%. Такие же данные приводятся в ряде зарубежных работ. Сразу скажу, что эта диссертационная работа была выполнена прицельно. То есть, если любой компьютерный томографист просто посмотрит на снимки, конечно же, таких данных он не получит. Но они достижимы. Ну, и вот слайд, который я уже показывал, но тем не менее. Вот эта опухоль такая была до неодевантной терапии, и вот что с ней стало после нее. То же самое морфологическая регрессия опухоли. Три исследования в настоящее время проведены по переоперационной или неодевантной химиотерапии. Это исследование Мэджика, о котором всем известно. Вот оно первое стоит в списке. Это исследование, выполненное во Франции. И исследование ОРТСИ в Германии. Также, вы понимаете, в общем, нет единого мнения относительно ее достоверного улучшения выживаемости. Значит, пятилетняя выживаемость в исследовании Мэджик была достоверно выше, но его критиковали за низкое число лимфодиссекций в объеме Д2. Также достоверное улучшение выживаемости получено в французском исследовании. Но тут вообще не было обозначено в работе, какой, собственно, объем операции применялся. Ну, исследование, на которое возлагались очень большие надежды, ОРТСИ, оно показало одинаковую двухлетнюю выживаемость, но в то же время в него было включено в три раза меньше больных по сравнению с тем, которое планировалось. Из-за низкого набора. Оно было остановлено раньше. Хотя в нем, вот вы видите, практически у всех больных применялся адекватный объем лимфодиссекции. Ну, опять же, мета-анализ. Вот с этой стороны преимущество переоперативной терапии с этой хирургией. Как вы видите, во всех исследованиях преимущество имеет переоперативная терапия. Ну, и буквально в последнее заключение, очень интересное исследование, опубликованное месяца два назад, отдаленные результаты у больных местно распространенным раком желудка, у которых было достигнут полной морфологической регрессии после неодевантной терапии. Автор провел большую работу, он собрал данные из разных исследований, но он контактировал с автором и получил полные данные по всем больным. Их уже изучил. Так вот, как вы видите, 22 больных включено в исследовании. Период наблюдения составил 76 месяцев, вполне достаточно. Это был действительно местно распространенный рак желудка, включая 32%, то есть у каждого третьего больного была фактически четвертая стадия. Метастазы либо в параэтальные узлы, либо в опухолею клетки смыл с брюшина. Как правило, применяли С1 основанные режимы. Ну и у всех больных лимфодисекция была не ниже D2-3. В результате из 22 больных рецидив развился у трех. Это метастазы в головной мозг, печень и параэтальные лимфатические узлы. Пятилетняя выживаемость таким образом составила 85% общая и 75% безрецидивная. То есть фактически полученные результаты у больных местно распространенным раком желудка были аналогичны получаемым при хирургическом лечении раннего рака желудка. Ну и вот то, что авторы написали, мне очень понравилась эта фраза. Если у больного с полной морфологической регрессией неодевантная терапия может уничтожить первичную опухоль, может уничтожить первичную опухоль. Если она же может уничтожить также микрометастазы, то она может вылечить рак. Ну и заключение. Мне представляется, что следующие перспективные, направления исследования являются перспективными. Это все-таки изучение неодевантной терапии. Те исследования, которые я привел, они во всем имели дефекты и фактически не были доведены до конца. Очень важным представляется включение таргетных препаратов. На сегодняшний день эффективность доказана у герцептина. Однако не изученные его возможности у больных не генерализованным, а местно распространенным раком желудка. Ну и, как я уже говорил, молекулярно-генетические предикторы прогноза и эффективностью адъевантной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.